В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Выглядят непрезентабельно, вызывают привыкание с первого раза, последствия необратимы. Что такое наркотики новой эры? В Восток – дело тонкое. Как Китай и Япония добиваются дружбы с Рязанью и что за этим стоит? О правах, семейном кодексе и моральных устоях жены пожизненников хотят родить от мужей. 21 век. Для человека теперь практически нет ничего невозможного. На вооружении – самые современные достижения науки и техники. Однако, чем больше наука узнает о природе и явлениях, происходящих в организме человека, тем изощренней становятся средства для убийства себе подобных с целью обогащения. Одним из таких средств являются наркотики новой эры, так называемые дизайнерские. Проще говоря, психоактивные вещества, формула которых специально изменяется, чтобы обойти действующее законодательство. Пока препарат не внесен в список запрещенных, официально он не наркотик. Их в настоящее время в мире появляется ежегодно от 30 до 100 новых синтетических наркотиков. Типичный пример дизайнерских наркотиков – курительные смеси, в народе известные как спайсы. Природные компоненты в основе удобны для производителей миф. Очередной новый психостимулятор за полгода способен угробить 35 тысяч человек. Если от приема других наркотиков в первую очередь страдает организм, печень, почки, другие органы, то от действия именно синтетических наркотиков в первую очередь страдает мозг. У человека начинается галлюцинация, начинаются заболевания, у него появляется приобретенное слабоумие. Когда у людей начинается галлюцинация, они начинают не чувствовать границ своего тела. Доходят до того, что они совершают убийство, самоубийство, даже не понимая, что происходит. Бывают такие вещи, когда они рассказывают, что у них начинает гореть мозг, и они от этого не знают, что делать, не слышат голоса, видения, они выходят в окна с любых этажей, то есть они просто разбиваются насмерть. И самое опасное во всем этом, что привыкание происходит практически с первого раза. Это раз, а во-вторых, что это уже практически неизлечимо. Это страшнее героина или марихуаны. На заметку родителям, резкого запаха, как, например, от дизаморфинщиков, не будет. Но если от волос начинают потягивать сладковатым дымом, не характерным для сигарет, стоит начать волноваться. Его еще называют таким неприличным словом, как дерьмо. Ну, действительно, смахивает на такое. Я не представляю, как люди вообще могут употреблять такие вещи. Они даже эстетично, вот внешне неприятны. Тем, кому недорога чужая жизнь, напоминаю, что и свою можно провести в местах не столь отдаленных. За хранение небольшого кусочка до четырех лет, за изготовление и переработку избыт крупных партий до 20 лет лишения свободы. Недавно в прокат вышел посвященный Великой Отечественной войне российский фильм «Сталинград», который не только прошел с полным аншлагом и получил высокую оценку в России, но и в Китае стал очень популярным и вызвал большую сенсацию. Как известно, Китай и Советский Союз были союзниками во Второй мировой войне. Армии и народы двух стран плечом к плечу воевали с японскими милитаристами. Понесли огромные жертвы в этой войне. С прошлого года вообще все, что касается взаимоотношений с восточными странами, рассматривается через увеличительное стекло. Началось с прошлогодней встречи министров иностранных дел и обороны России и Японии в формате 2 плюс 2, которое вызвало, мягко говоря, немалое удивление. Такие мероприятия обычно проводятся только между партнерами. Раньше Япония применяла этот формат в отношении лишь двух стран – США и Австралии. С Россией же у нее продолжается спор из-за Курильских островов. Зачем укрепление связей с Россией нужно Японии, понятно. В регионе из-за территориальных споров растет напряженность, а отношения с Китаем страдают из-за исторических разногласий. На встрече было озвучено, что объем инвестиций из Японии может вырасти в 10 раз в течение ближайших двух-трех лет. Но даже это вряд ли сделает отношения гладкими. Усилия Японии сдержать Китай путем сотрудничества с Россией очевидны. Но вряд ли мы готовы развивать отношения с одной стороной для противостояния другой. Есть любопытный факт. 26 декабря прошлого года премьер-министр Японии, бросив дерзкий вызов общепринятым правилам и нормам, посетил храм Ясукуни, в котором хранятся таблички с именами 14 военных преступников класса А. Это сразу назвали неприкрытой провокацией против справедливости в международных отношениях и наглым попранием здравого смысла человечества. В соседних странах, в том числе Китай и России, а также во всем международном сообществе, эти действия были встречены с особой настороженностью и озабоченностью по поводу дальнейшего развития Японии и политики исторического ревизионизма и националистической риторики, проводимой действующим кабинетом страны восходящего солнца. Но оставим в стороне большую политику. В начале февраля родная Рязань поневоле приняла участие в Великом Восточном противостоянии, но уже в экономическом аспекте. В РГУ имени Есенина с визитом прибыл руководитель представительства Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Ротабу Накофу Минакая. То есть речь о внешнеторговых связях. Организуя крупные бизнес-форумы, представительство способствует углублению и развитию бизнес-связи России и Японии, которые, по словам Токофу Минакая, в последнее время нарастают и расширяются. Только в Москве сейчас работают филиалы более 200 японских компаний. Одни из самых известных – Хонда и Митсубиси. И их количество, по мнению руководителя представительства, будет только расти. Этот процесс сопровождается увеличением потребностей в кадрах. И лучше, если на японских предприятиях будут работать специалисты, владеющие японским языком. Но возвращаясь к Китаю, мы знаем, какие масштабы и значения приобрел институт Конфуция. А это китайский язык и китайская культура. Россия для Китая и Японии как большой пирог, и каждый стремится откусить кусок посочнее. Между китайскими и японцами – это уже другая вещь, хотя происходит от одной культуры. Но между ними отношения всегда как враги. А между Россией и Китаем всегда как друзья. Поэтому я бы сказала, что если как представительница восточной культуры, русские или вообще другие страны, они преподседают выбирать китайский язык тоже. Я бы сказала, что все восточные страны, особенно по письменности, они происходят из Китая. Даже корейский язык и японский. Ежегодно сейчас под финансовой поддержкой Ханбан, главного управления Конфуция Пекина, государством, ежегодно отправляем две делегации для чтения лекций и для проведения совместных культурных мероприятий. Японская сторона о сотрудничестве Китая и России, по крайней мере, на встрече ни разу не обмолвилась. Но представители общественности сразу вспомнили о недавних прокурорских проверках, коснувшихся Института Конфуция, когда на стремление постичь восточную культуру не хватило разрешающих документов. Это не тот предмет, который учитывается в базисных планах обучения. Китайский язык нигде у нас не регламентирован как предмет, который обязательен к изучению. Соответственно, в связи с этим и возникли трудности, потому что не организована надлежащим образом вот именно документация по преподаванию, не разработаны нормативы преподавания. То есть вот в этом вся у нас была сложность. Невозможно было отследить, каким образом и на каком уровне детям этот предмет преподается. В данном конкретном случае 19 граждан Китая были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 18.8 Кодекса об административных правонушениях Российской Федерации. То есть на них был наложен минимальный штраф в размере 2 тысяч рублей. И они спокойно выехали с территории Российской Федерации. То есть, в принципе, эта статья предусматривает и административное удовлетворение, но данное нарушение было не столь значительное, чтобы было применять такую, уже, можно сказать, по данной статье крайнюю санкцию. Вот что по этому поводу думают сами представители Китая. Для местного правительства это еще не готово. Это я так рассматриваю этот вопрос. Во-вторых, я думаю, что все-таки в школах, наверное, и даже с точки зрения местного правительства и общественности, наверное, считают, что, наверное, Рязань – это город непрекраничный с Китаем. Наверное, не считают китайский язык как самым перспективным. О том, что получится в итоге, говорить пока рано. Сегодня же Рязань стала тем самым одеялом, который Китай и Япония пытаются перетянуть на себя. Следующая тема – как водородная бомба взорвалась на страницах ряда печатных и электронных СМИ. Жена террориста Николая Королева, осужденного к пожизненному сроку за взрыв на черкизовском рынке, попросила власти разрешить ей зачать ребенка от любимого мужа. Сделать это естественным путем нельзя по закону. У такой категории осужденных нет привилегии остаться с супругой один на один. Свидания краткосрочные и проходят либо в присутствии надзирателей, либо через стекло. Остается только ЭКО. Супругу преступника уже поддержали в общественной палате и Госдуме. А ее примеру последовали 40 жен и матерей, которые приготовили обращение к президенту с аналогичной просьбой. Не хочется никого обижать, жены вряд ли должны отвечать за чудовищные поступки своих половинок, но достойны ли серийные убийцы, маньяки и террористы почетного права продолжить род? Удивительно, как хорошо начинают разбираться в законах те, кто их неоднократно нарушал. Вспомнили даже Европейскую конвенцию о защите прав человека, одна из статей которой касается уважения личной семейной жизни и невмешательства в нее публичных властей. Нарушается декларация прав человека. Согласно пункту 3 статьи 16 декларации прав человека, семья является естественной основной ячейкой общества и имеет право на защиту страны, общества и государства. В соответствии с статьей 23, часть 1, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну. И вопрос о зачатии ребенка входит в круг интересов, попадающих под охрану статьи 23 Конституции Российской Федерации. Что касается технической стороны, то биоматериал должен быть применен в течение полутора часов, иначе все старания окажутся напрасными. Другой вопрос, кем станут эти дети, зная, кто их отец, и насколько имеет место наследственность. Психологи в данном вопросе разделились. Те, кто работает на зонах, убеждены, горбатого исправят могила, тем более если это расстройство сексуального характера. Другие уверены, что генные изменения можно отследить и дать шанс даже тем, кто по человеческим меркам его скорее не достоин. В конце концов, органы опеки там вызывают детей, извините, там за ним эту физиономию у ребенка, а здесь, значит, почему-то они молчат в данном случае, что каким образом вообще вот, значит, это все. Вообще считается, что преступность в большей части обусловлено социальными факторами, но никто не исключал, что, в общем-то, наличие определенных психофизиологических каких-то факторов, которые, в общем-то, передаются по наследству, все-таки способствует совершению преступлений. Безусловно, черты поведения, мировоззрения, они откладывают свой отпечаток на детей. Но дети не слепок с родителей. Мы сами, когда слегка подрастаем, сами выбираем, какой дорогой нам идти и что в жизни станет для нас приоритетом. Самый легкий пример – это то, что дети алкоголиков, не все становятся алкоголиками. Но папа-то не такой. В 35 лет он не такой, как был в 20, понимаете. И вряд ли мои дети будут мне припоминать, каким я был в 16. И вряд ли там, скажем… Это если вы покурили в школе, а если вы убили 10 человек, то другой момент. Как вам сказать? Вообще, вот, опять же, если церковную позицию брать, ведь грех убийства не является первым. Это, вообще говоря, если я не ошибаюсь, шестая заповедь. Отновится далеко не первым грехом. Церковь изначально против самого способа зачатия. И эта позиция касается всех, не только жен осужденных. С другой стороны, жены хранят верность и чтут семейные традиции. Раньше было такое выражение, что русскому хорошо, немцу смерть. У нас сейчас одним русским одно хорошо, а другим русским другое хорошо. И порой вот эти культуры внутри единой нации, они существуют очень долго, практически друг друга не касаясь. Поэтому я думаю, что сейчас не стоит обращать сильное внимание на общественное мнение, потому что, как известно, общественное мнение в свое время распяло Христа. Когда сыну Чикатило стало ближе к 40, его снова вспомнили журналисты, желая знать, не планирует ли он пойти по папочкиным следам, тот как раз в этом возрасте отправился убивать людей. У многих маньяков-сирейников, расстрелянных в Советской России, остались дети. Некоторые живут и в Рязанской области, вот только о родительском прошлом предпочитают помалкивать. Дети за ошибки отцов отвечать не должны, но есть ведь десятки потерпевших, и им никакой метод не вернет близких людей. У нас и без того достаточно лояльная система правосудия. Что ни говорите, трудно рассуждать по-человечески, когда речь о людях, многим из которых как раз это и не свойственно – оставаться людьми, а не существами, которые взяли на себя право решать, кому жить. После таких новостей есть о чем подумать. Удачной вам недели без происшествий и до новой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!